Кормораздача Подобегает ручку Лопатой Так и давайте поговорим Зачем нам нужна Вот эта вот штука Ну это ограждение Чтобы Животные не перелазили Скажем так через кормовой стол То есть высота вот у нас здесь достаточно большая Вот от белого От белой балки И чтобы животные не вылезли Да Мы сделали такую вот выносное ограждение Так И давайте еще поговорим сколько Голов здесь Значит в этом помещении порядка 100 голов Порядка 100 голов Как убирается здесь навоз Сюда загоняется Значит везде у нас Животные стоят На глубокой подстилке То есть мы Подстилаем солом И после меры накопления Навоза Значит животные Выгоняем на выгольную площадку А здесь бульдозером выгартываем По новой подстилаем То есть а дополнительно не Не подстилаем 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 Раз в процессе там В неделю или там как Да в зависимости от Скажем так Влажности В зависимости от количества скота И возраста скота Подстилаем как минимум два раза в неделю Два раза в неделю да И вот мы видим тут поилочки Что это за поилочки у нас такие Это поилки Незамерзающие поилки В которых зимою вода подогревается до плюсовой температуры Ну и дает возможность содержать скот Круглый год Без подмерзания воды Ну а на этом Под этим навесом Животные зимой Естественно Угу Я думал только Нет Я и в начале своего Скажем так Рассказа Говорил что Мы В основном Последнее время Перешли вот на такие Легкой конструкции Дешевые Легкой конструкции Дерево Из дерева и металла Навесы Главное Чтобы был под навесом И Животные И это самое И корм Понятно И здесь Соответственно Сразу же Как закупили скот Вот он здесь стоит Ни на какие группы Вы уже больше его не делите Да 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 Отлично И это Еще раз повторим Бычки молочных Пород Конечно Чернопестрые Там Галштинизированные Не знаю В республике Беларусь Абсолютно вы правы Абсолютно вы правы Мало чем отличается от Российской Федерации Да Абсолютно вы правы Здесь это самые Бычки от молочных коров Которые Чернопестрые С определенной Галштинизацией А полбетонный Да здесь получается Полбетонный Угу Ну красавчики Видите Каждое животное Имеет Индивидуальный Номер То есть Сегодня у нас Четко есть Это самое Отслеживается Судьба Каждого Каждого Животного Ну это дает возможность Прослеживать Я говорил У каждого Животного Ну Опять же заносится Наверное На данные Данные Его рождения Данные Его Лечения То есть В общую базу Да В общую базу Данных Чтобы Ну исключить Всякую какую-то там Скажем так Недобросовестное отношение Каждое Каждое А Бычков Хозяйство Продает Живком Куда-то На бойню Или Бьете Здесь И продаете Уже мясом Поскольку Свыше Килограмма Привеса В сутки Да В сутки И плюс За счет вот этого Интенсивного Откорма Мясо наших Бычков Оно Пользуется Определенным Спросом Поскольку Оно Более Качественное И цвет мяса Более Светлое Мы Продаем На мясокомбинаты А на мясокомбинаты Полутушами В охлажденном виде Там Продают Ну то есть За пределами нашей Республики То есть нет такого Что покупатель пришел И такой выбирает О я знаю Это мясо от божидаров Я его возьму Или как Ну мы продаем Мы работаем сугубо То есть мы не работаем Там Маленькими партиями А мы Практически Допустим Партия Как минимум 25-50 голов Одним махом Убивается На мясокомбинате Там Борисовском Или других Мясокомбинатах Там Полутушами В охлажденном виде И уже Дальнейшая судьба Решает Да Мясокомбинат Совершенно верно Николай Павлович Давайте Вот мы сейчас Зашли В помещение Ну во-первых Сразу же Что бросается в глаза В отличие от Тех бычков Которые под навесом Я правильно понимаю? Ну Правильно Смотрите Скажем так Ведь сегодня Ну на улице Сухо Тепло И по большому шоту Нет такой необходимости Подсилать Большой слой соломы Николай Павлович Есть такой Да За счет Хорошей вентиляции То Тяжелый воздух Ну да Это опускается Ну да Это опускается Когда Холодно Метоприятие Да Отличная экономия Когда Есть Метоприятие Животные Животные Если есть Достаточные Корма Ну и наверное На выпусе Они будут нормально себя вести На выпусе Если гоняют На выпусе На выпусе Да То есть Такая разница Нас прогоняют Недовольны На этом мы прощаемся Спасибо вам большое Всем было очень интересно Побывать у вас в гостях Удачи хозяйству Развития И пусть всегда Все будет хорошо Спасибо Спасибо Замолчал Поехали Субтитры